Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Elder Scrolls Oblivion. Привет! Привет! Чем быстрее мы доберемся до храма повелителя облаков, тем лучше. Веди! Ну, пойдем. А зачем это поп-копу? Конечно же ради бабок. Ты представьте, что такое... Ой, трупы лежат кругом, капец. Что такое, когда повелитель какой-нибудь отдельно взятой империей, твой друг. Это по-моему очень хорошо и выгодно. Так, в принципе, нам пора направляться, но сейчас я хочу заглянуть в родной уже практически город Котч. Так, ты идешь, там нет. Мартин. Куда они пошли? Такой... Так, игра маленькая, потому что я только что запустил. Это стандартно для Oblivion, пока она прогрузится. Так, я все понимаю, но меня кто-нибудь спросит, когда мы поедем. Нет? Какого черта вообще? Что это такое? Собрались такие? Поехали. Окей. Так, я не знаю, куда вы там скачете, ребята, но я иду в Котч. У меня совершенно нет стрел. И вообще, мне нужно передохнуть после всего, что я пережил. Потому что, блин, йоги-палки. Уходи. Пошел в жопу. Какого черта вообще? Прошел мимо человека, он меня надерзил. Так, ладно. Котч. В общем, Котч. И эти ребята, похоже, все-таки следуют за мной. В Котч нам нужно найти стрел. Мы очень много сделали хороших дел для этого города, поэтому было невозможно, что сейчас нам там будут скидки и прочие полезности. Нам там будут очень рады. Так, хорошо. Где-то тут. Даже та... Подождите, кто идет? Даже та продавщица у нас... Мы спасли ее дочь, так что она должна быть нам благодарна. Помните Арганианка? Когда мы тут нашли клан каких-то похожих на сектантов людей и выкрали оттуда похищенную ее дочь. Так, хорошо. Родной город. Братьев тут, помните, свели друг с другом. Сколько они друг друга найти не могли. Так, ребята, вы, пожалуйста, идите за мной. Сейчас мы с вами маленько погуляем и пойдем уже по своим делам. Я, кстати, надел тяжелую кольчугу, потому что пока же стрел нет. А для ближнего боя все-таки такая одежда будет получше. Понятно, что это серьезно бьет по скрытности, но скрытность у меня и так неплохая и на расстоянии там метров до десяти я нахожусь в абсолютной невидимости для большинства врагов. А ближе это уже серьезно смысла особого не имеет, потому что я же луком бью. Здравствуй. Давно не виделись. Приветствую. Как тут торговать у нас? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Свитки не нужны. Это все, что ли? Капец. Хорошо, мне, видимо, к кузнецу надо. Так, а что я могу продать? Я могу продать, скажем, ну, вот эта вот, кстати, книга сектантов, она... Давайте продадим. Зачем она мне? Вот это продадим. Тебе повезло. Героизм продадим. Сейчас денежек маленько. У нас, в принципе, вот эти вот свитки, я их набираю именно, чтобы продать. Они очень мало весят, но при этом вполне себе неплохие цены за них дают. Камешки души оставим. А вот эти камни душ, их, по сути, можно продавать, потому что их принимает, по-моему, кто-то в имперском городе, чуть дороже, но ради этого таскать их с собой. Нафиг. О, сейчас камешки потом продадим. Небольшой медный самолет. Я даже не помню, откуда это у меня. Я просто вывалил ей мешок на прилавок и потихоньку оттуда так с изумлением сам достаю вот эти вот весы безжалостного правосудия. О, черт, откуда они у меня? Главы матери. Нет, извини, не отдам. Вот это вот хорошая сделка, на самом деле. Это хорошая сделка. Так, хорошо. Золотые самородки. Чё-то какие-то они у нас угроги. Но, день шаг себе на стрелы мы вполне себе заработали. Тебе повезло совершить выгодную сделку. Рупин. Тебе удалось неплохо заработать. Это я, пожалуй, оставлю, просто потому что это круто. Так, эм, ладно. Спасибо, что не забываешь меня. А чему ты учишь вообще? Я могу показать тебе кое-что новенькое. Торговля? Нет, спасибо. Меня пока все устраивает. Мне нужно поучиться... Тебе нужно лесное существо. Я торговал тут вообще-то, если ты не видел. Мне нужно найти какого-нибудь мага, чтобы он научил меня заклинаниям восстановления, потому что это, по-моему, сейчас очень пригодится. Вот эта штука, она не так, чтобы сильно мне помогает. Здравствуй. Красиво, да? Так, вот кузница, и я надеюсь, что она еще не успела длечь спать, потому что время уже еще шесть вечера. Нормально. Мадам, какая-то суровая. Тут, по-моему, обитаетесь. То ли Орчиха, то ли еще кто. Да, Орчиха. Что я могу сделать для тебя? Просто страшно. Так, что-то меньше. можно ли тебя чему-нибудь научить? Нет. Я мастер на все руки. 2,900. Микель, что ли? Так, вот это починим. Мафрик Винга чинить не будем. Какая-то она слишком дорогая в эксплуатации. А вот ритуал дракона... В принципе, да, мы им побольше пользуемся. Починим. Клинок горе чинить тоже смысла нет особо. Потому что я решил уже, что он меня не сильно спасает. Игра опять вылетела. Она постоянно вылетает. Я уже привык. Что я могу... Так, ну что, по-новому тебе продадим это... А, то есть, не продадим, а починим. Починим. Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Так... Короче, сегодня у нас серия будет поспокойнее после того ада, который происходил на протяжении последней серии. Там нам натурально давали по щам. Давай займемся делом. Так, теперь твои стрелы. Мне нужна... Вот, вот это вот мне нужно. Это хорошие стрелы. Все возьму. Да, это меня устраивает. Стальные, по сути, да, тоже, тоже надо. Но не 200, их штук 50 на случай, если кончатся серебряные. Про запас, как говорится. Ты получаешь это почти даром? Так, хорошо. Что еще нам тут нужно? Перчатки Рашиды. Ух ты. Ну, тяжело. Они мне нафиг не нужны, конечно. Я бы еще, конечно, личинки какие-нибудь купил, но у них нет, понятное дело. Так, что тебе еще? Можно вот лопату вот забирать. Мне лопатой нужна. Я не знаю, откуда она вообще. Ость вот эту вот тупо накидал там песочные часы. Платиновые монетки. Нет, я их не буду продавать. Наверное, они пригодятся мне еще. Так, ну и в принципе все. Это хорошо. Что в городе творится? Не знаю, зачем людям нужно ездить в другие города Сиродила. В Короле есть все. И здесь низкий уровень преступности. Круто. Пока. Так, у кого в этом городе можно купить я не знаю, какую-нибудь лекарства там. Давайте посмотрим по карте. Так, Франсуа Матьер. Вот это, по-моему... Нет, подожди. Это у нас таверна. И вот эта таверна. Сейчас посмотрим. Так, тут сплошные дома. Блин, давно я не играл уже и давно не было в этом городе. Я просто не помню, где что находится. А между тем, мне бы отнюдь не помешали сейчас какие-нибудь алхимические магазинчики. Гильдия бойцов, гильдия магов. Круто. Ладно. Давайте переночуем, а потом где-нибудь там уже купим лечилки. В этом городе что-то я не нашел. Главное, стрелу купили. Это самое то. Так, нет, это не то. Хорошо. Стрелы мы поставим. Блин, как у меня стрел не хватало. Вот этот вот был попадос. Так, все, хорошо. Здрасте. Что ты хочешь? Переночевать хочу до утра. У меня есть свободная постель, если тебе это интересно. Я сниму комнату. Твоя комната вверх по лестнице, первая дверь налево. Спокойных снов. Ну, пока. Береги себя. Так, Мартин, вы там возьмите себе комнату, потому что я ночую один. Так, отлично. Ну, часиков 12 отоспимся, потому что в обливине было очень сложно. И на рассвете двинем в тяжелый путь. Тут можно, конечно, воспользоваться, опять же, быстрым перемещением, но в этот раз охота именно по путешествиям. путешествовать, путешествиям с напарниками. Это может быть интересно. Просто погулять по этому миру. Блин, я по нему соскучился. Так, хорошо. Ты все там уже отоспался. И ты, Джоффри, тоже. Пойдемте, ребята. Спасибо, хозяйка. Было круто. Так, блин, голод страшный. Пожалуй, я выпью этот винишко. И... Ну, жир тролля, это, конечно, вкусно, но сейчас я лучше кекс поем. Рулетик. Шеркать поживаешь. Поживай. Нормально. Жалься над старым ветераном воин. Здорово, мужик, иди работай. Как утомительно. Хорошо. Погнали, наши городские. А мне что-то такое ощущение, что куда-то наверх в Бруму, что ли. Ну, да, кстати. Очень близко от Брумы. И, в принципе, не такая уж и далекая дорога. Дети не гриф. Это моя лошадь? Нет вообще вот этот цветок? О, ой, ой, что наделал? Стой! Понятно. Короче, это было глупо. Хорошо. Пойдемте, ребята, дубль два. Как-то все плохо получилось. Спасибо, хозяйка. Все было круто. Так. Цветок. Просто он так стоит навязчиво. Я думаю, неужели он мой? Насколько я помню, мой конь это тенегриф, теневая грива. Но где он? Я вообще не помню. Куда он исчез? Куда он ускакал? Поэтому придется, видимо, это я могу взять? Нет? Это лошадь, по-моему, Мартина. Да, везет. Только один я, безлошадный. Так, вот стоило. И в стоилах нет моей лошади. Гнидая. Блин, где-то не гриф. Может, его как-то вызывать надо было, я не помню. Да нет, вроде. Так, но это будет глупо, что они на лошадях, а я пешком. Тогда уж воспользуемся быстрым перемещением, а то у меня комплекс разобьется по поводу того, что я безлошадный. Надо будет потом повспоминать, куда это все делось. Так, хорошо. От северных ворот. Ох, помню, я северные ворота Брумы. Мы туда бежали с Минотавром, который за нами гнался. Это какой-то синий голем, по-моему, был, что ли. Это было жутко. Он ворвался в город, убил стражу. Так, а что это такое в Бруме? Предупреждение жителям и гостям Брумы. Настоящее предупреждение издается по предписанию командования имперского легиона в связи с недавними событиями в графстве Брума и с одобрением высокоочтимой графини Брумы Нарвины Корвейн. Появление боя... А, бандитский клан. Это я помню. Короче, говорят, опасайтесь здесь в дне могучих стен. Так. Хорошо. Вот этот городок крутой. Но, наша дорога идет не сюда. Так. Ну и что, где он тут? Где-то здесь, по-моему, поблизости башня мага. Да, вот, Скала Мороза. За мной, ребзи. Я вас проведу. Все будет хорошо. Сурово украть такое. Чисто, скорее, если подумать. Камни силы. Круто. Так, ну, по сути, я так понимаю, это очередной какой-то... Ух ты, ты посмотри, какой настоящий крепость. Я думаю, это очередной форт имперцев, но, похоже, это что-то покруче. Какой-то шоулинский монастырь. О, притомился. Там как? Нормально? Да, погнали. Высоковато. Не глотка мира, конечно, не высоких ротгар. Но все-таки что-то такое есть. Понял. Клинки. Грандмастер, это? Да, Сайлус. Это сын императора Мартин Септим. Да, Вилорд, добро пожаловать в храм повелителя облаков. Мы уже много лет не имели чести принимать у себя императора. Спасибо вам. Наоборот, это честь для меня. Иди же. Твои клинки желают приветствовать тебя. Круто. Дверь закрывать кто будет? Блин, я покатану, как у них, конечно, хотел бы себе. Сейчас здесь полазим, в этом здании может найдем. Слямзим. Ого. Клинки. Настали тяжелые времена. Император и его сыновья, находившиеся под нашей охраной, убиты. Империя погрузилась в хаос. Но надежда еще остается. С нами Мартин Септим, сын Уриэля Септима. Слава Богу рожденному! Слава Мартин Септиму! Слава! Слава! Твое высочество. Клинки твоего распоряжения. Ты будешь в полной безопасности, пока не взойдешь на трон. Жопли. Все. Я знаю, вы ожидаете, что я стану императором. Я сделаю все, что в моих силах. Но это все так новое и непривычно для меня. Я не привык произносить речи, но я хочу, чтобы вы знали. Я ценю ваше радушие. Надеюсь, я смогу доказать, что достоин вашей верности. Это все. Спасибо вам. Что ж, спасибо и тебе, Мартин. Нам всем лучше вернуться к своим обязанностям. Добрый день, сэр. Не особо удачная речь получилась, да? Впрочем, похоже, это их мало волновало. Да нормально. Клинки отдают мне честь и приветствуют, как Мартина септима. Мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я знаю, что если бы не ты, я был бы уже мертв. Спасибо тебе. Но все ожидают от меня немедленных и правильных решений. Как быть? Как мне держаться? Они хотят, чтобы император сказал им, что делать. А я не имею ни малейшего представления. Нам нужно вернуть амулет. Конечно. Амулет королей. Чтобы мы и я принес его в храм единого и зажег драконьи огни и остановил вторжение обливиона. И ты станешь императором. Императором. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Как бы то ни было, сначала нам нужен амулет. Возможно, Джофри знает, с чего начать. Хорошо. И что ты про амулет вообще думаешь? Все практикующие деэдрическую магию знакомы с почти что непроницаемым барьером между нашим миром и обливионом. То, что сказал тебе император, подразумевает, что этот амулет является ключом к сохранности этого барьера. То, что я видел в квадче. Все мои знания в области дейдрической магии говорят, что такие стабильные порталы невозможны. И в то же время те врата обливиона существовали. Старые законы больше неприменимы. Квадч это только начало того, что задумал Мерунас Дагон. Если амулет действительно является ключом к восстановлению барьеров между нашим миром и обливионом, нельзя терять времени. Амулет нужно найти. Да, врата обливиона это страшная вещь. Что-то изменилось, раз появление этих стабильных порталов в обливион стало возможным. Джоффри полагает, что смерть императора и угасание драконьих огней является к этому ключом. Хорошо. Не волнуйся за меня, друг мой. Я знаю, что здесь я в надежных руках. Ну, ладно. А ты что думаешь по этому поводу? Тебе удалось показать свою верность империи. Клинки будут стоять на стороне Мартина в эти тревожные дни. Эта честь должна быть предоставлена и тебе. Как грандмастер клинков я буду рад принять тебе в наш орден. Ты вступишь в нашей вины? Каковы мои обязанности? Клинки поклялись служить императору смертному представителю крови дракона божественного Талоса. талоса. Ну это может быть вполне себе выгодно. Ну новое к тому же обмундирование я не знаю там ну ладно я вступаю. Это честь для меня приветствовать тебя в наших рядах в качестве брата рыцаря клинков. Первый в ваших рядах оборотень в погонах это я. Расскажи мне подробнее про свою контору. Эта крепость хорошо обеспечена оружием и доспехами. Ты можешь взять все что тебе нужно в арсенале в восточном крыле. Хорошо. Направляет тебе Талос друг мой. Отлично. Круто интересно блин я капитально перегружен. Что произошло когда я успел? 269 мне похоже смотри ну конечно это не настолько круто как вот этот меч смотри какой но это катана блин она быстрее рубит пожалуй я все таки оставлю ее если вы не против хотя блин ну очень крутой урон у этого меча что же мне делать как думаете да нет я думаю вот этот клинок я оставлю но пока что от этого нужно будет избавиться так что я могу выкинуть здесь здесь выкинуть особо нечего броню только если в принципе она стоит копейки поэтому я думаю сейчас мы от нее избавимся мы мы стандартная роба в принципе мы стрелы свои восстановили так что нормально а вот это мы скинем нафиг такое тяжелое хорошо так ну ладно давайте осмотримся что у нас тут еще есть я бы конечно взял вообще обмундирование клинков потому что оно очень круто выглядит но не уверен что его мне дадут добро пожаловать сэр это большая честь для меня служить вместе с тобой ну да ну да смотри какой клинок такой суровый доедрический опять же так как же мне тебе давайте сюда заглянем что уж такой восточный стиль во всем этом прослеживается да особенно снаружи сэр сэр вольно красиво катаны это похоже павших воинов прости меня но боюсь у меня сейчас нет времени на беседы кто-нибудь из других клинков сможет посодействовать тебе обратись к дженне или стефану ну извини красиво тут спокойно так пойдем западное крыло что у нас тут я думаю тут сложен добрый сложен это это даже за воровство скорее считаться не будет так ну что я думаю это будет интересно с одной стороны конечно мой костюмчик хорош но так а сама броня клинков что-то я даже не знаю так конечно не выглядит круто конечно эта штука так что я думаю надо надо уж так такой голый торс крутой так ну в принципе не знаю пока что мне нужно в первую очередь скинуть все блин извините что вам приходится на это смотреть не знаю просто просто теряюсь пока после жить ничего страшного мне бы вашего торгаша какого-нибудь найти Кэролин ты случаем не торгуешь чем могу помочь что это за храм вообще у вас такой во всем сиротили нет места безопаснее этого я бы так хотела если бы мы смогли доставить сюда нашего лорда уриэля пусть твое сердце будет искренним а глаза открытыми хорошая организация вроде так ролиант добрый день не спи чем могу помочь сэр так ты тоже похоже не торгуешь добрый вечер сайрус чем могу помочь сэр да ничем да прибудет с тобой талос да прибудет с тобой фалос фалос ладно послышалось нет перемотайте назад и послушайте он сказал второй раз нормально так блин ну я думаю в следующей серии мы уже почитаем давайте убираться отсюда офигеть можно это будет мое в принципе много всего интересного и вообще мне этот храм нравится однако здесь пока нет того кому бы я мог сбагрить свои пожитки поэтому все не так хорошо я бы даже сказал очень плохо я думаю в следующей серии мы разберемся маленько с тем что здесь происходит она пока что я думаю это все в следующей серии мы немножко продвинемся по бруме подвигаемся посмотрим что еще там можно сделать но скорее всего в принципе ничего осмотримся в этом храме я думаю тут найдется для нас работенка и там уже дальше будем разбираться интересное было путешествие интересные события храм вообще на мой взгляд очень красивый надеюсь вам понравилось увидимся в следующей серии с вами был Артур всего хорошего пока 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 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok